Программа предназначена для аудитории от 16 лет. 11.05 в Кирове начинается программа «Дневной разворот». Сегодня среда, и это рубрика «Урбан». «Урбан» – программа о городских проектах. Володя, как я задорно начала, аж даже на высокие ноты меня подбросила. Ну, с воодушевлением чувствуется, да. Добрый день, приветствуем вас, наши слушатели, ведущие программы Светлана Занько. И Владимир Сметанин. Добрый день. У нас, знаешь, зима, на мой взгляд, такое время, когда можно говорить и размышлять, и рассуждать о том, чему мы себя посвятим уже в теплое время года, да? Некоторые себя уже посвящают и в зимнее время года, я тебе скажу. У меня так ноги замерзли на прошлой неделе, когда мы Симаковым скверы вытаптывали, да, осматривали. Да, аж практическая плоскость проекта «Тридцать скверов РФ». Да, слушатели уже к весеннему периоду, а сегодня так и вообще. Ну что, давайте представлять нашу тему первую, да? Сколько она уже в информационном пространстве звучит? Что она с прошлого лета. С прошлого лета. С прошлого лета активно мы стали об этом говорить, наверное, где-то с начала осени, но сейчас мы нашего гостя спросим, он тогда, можно сказать, у истоков стоял. Константин Кропанев у нас в гостях, член рабочей группы по экологии при администрации города Кирова, исполнительный директор компании «Ажиофинанс». Константин, добрый день. Добрый день. Ну что, давайте вспомним. Нет, вот изначально вообще тема рек, малых рек областного центра, она много лет ведь уже поднимается. Что с ними делать? Было небольшое затишье несколько лет. Ты помнишь, когда Григорий Поскребышев, который там хранитель вярки, хранитель леночек, хранитель воды, в какое-то время как-то он отпустил эту тему, и она затихла. Но потом она ведь никого, конечно, не оставляет, потому что вот они, текут эти реки по нашему городу, и мы живем по берегам этих рек, собственно говоря. Я правильно понимаю, что какие-то разрозненные такие, точечные силы этим занимались и говорили, что вот эти реки наши малые, они захламлены, загажены, давайте выйдем, приберем, акции проводились, телесюжеты там в том числе выходили. Ну как-то вот прибрались и все, и заканчивается. Система работы не наблюдалась. Раз-два за год, на мой взгляд, да, какие-то такие акции проводились. Было такое, да. Ну, я думаю, что да, такая проблема-то, она лежит, в принципе, на виду. То есть все, ну, по крайней мере, то старшее поколение, которое уже живет давно в Кирове, они все же знают, что в Кирове есть две такие, так скажем, основные малые реки. Это река Хлыновка и река Люльченко. И при том, река Люльченко, она практически протекает через весь наш город, практически через центр современного города. И протяженностью реки больше 20 километров в пределах города. Единственное, что действительно раньше к этой проблеме-то подходили как-то так, ну, довольно-таки узко. То есть действительно там время от времени организовывались какие-то небольшие субботники по уборке территории, по уборке некоторых свалок. Последние какие-то такие серьезные события по очистке реки Хлыновки, они проводились, насколько я знаю, в 2008 году. То есть это прошло, ну, 2007-2008 год, это прошло практически 10 лет. Это была какая-то городская? Нет, это была федеральная программа по очистке русла рек, ну, в первую очередь, реки Хлыновки. То есть она проводила, как бы, было это порядка 10 лет назад, то есть в 2007-2008 году. Но с той поры ситуациями, вот, я не знаю, я в этом году довольно много ходил по рекам, смотрел, мне кажется, ситуация гораздо, так скажем, ухудшилась. В первую очередь, что очень сильно напрягает, это то, что река мельчает. То есть вода куда-то... Которую ты имеешь? Сейчас нужно про Хлыновку говорить. Ну да, я говорю в первую очередь про Хлыновку, потому что Люльчинку уже многие, к сожалению, горожане вообще не воспринимают рекой. То есть это, особенно... Многие горожане не знают, где она находится. Да, то есть в том-то дело, что просто не воспринимают рекой, то есть воспринимают какой-то некой сточной канавой. А если спросить молодежь, там, ну, не знаю, там, младше 30 лет, так мне кажется, мало кто, так скажем, ответит на вопрос, где такая речка течет. Хотя еще какое-то время назад, там, 20-30 лет, люди купались. Купались и в Хлыновке, купались и в Люльчинке. То есть это были действительно такие, ну, полноценные реки. То есть полноценные реки. И получается, что за последние 20-30 лет мы их, ну, практически убили. И мне кажется, что сейчас, как раз вот если мы сейчас не заботимся этой проблемой, то в ближайшие, там, 10 лет, может быть, наступит такой переромный момент, когда мы просто потеряем эти реки. То есть, условно говоря, там, ну, уже будет, так пройдем точку невозврата и восстановить их каким-то образом, спасти их просто будет невозможно. То есть если, ну, конечно, то есть если когда начинают обсуждать какие-то городские проблемы, в первую очередь вспоминают эти же, допустим, дороги, но дорогу, в конце концов, можно отремонтировать или восстановить, или построить заново, реку заново мы сделать не можем. И, соответственно, если мы не начнем, по крайней мере, эту проблему поднимать либо озвучивать, то я боюсь, что уже там через какое-то время будет просто поздно. Это то, с чего мы начали в прошлом году. В прошлом году. Удочку закинули. Потому что мы начали поднимать, начали озвучивать здесь, в этой студии, в программе «Урбан». Потом еще раз на площадке опорного вуза, потом в Министерстве экологии. И надо сказать, что Алла Викторовна Албегова, министр... Исполняющая обязанности министра экологии и природопользования. Да, министра экологии и природопользования, она очень быстро отреагировала на это и рассказывала, что сразу же там подкидывала идеи, рассказывала о том, что вот есть некие федеральные программы, они, правда, не всеобъемлющие такие, не то, что сейчас на нас свалилось по благоустройству, но где-то можно почистить части рек и еще что-то. Но суть-то в том, что Министерство экологии идеи подкидывало, а городская администрация, в общем, не находила сил на то, чтобы эти идеи воспринимать и развивать. Да, Светлана, проблема еще заключается в том, что, по большому счету, у тех городских рек, у них нет какого-то единого хозяина. То есть получается, что есть городская администрация, но городская администрация несет ответственность только за берега, за прилегающие берега, как бы, и за обустройство... Это полоска сколько-то метров, да? 15 метров от русла. А само русло, оно принадлежит уже федералам, то есть как бы, соответственно... Даже федералам, даже не регионам. Да, это принадлежит федералам, и, соответственно, федералы несут ответственность за русло, а за экологические проблемы, я так понимаю, несет какую-то ответственность областного правительства. То есть, условно говоря, есть много структур, которые вроде бы должны заниматься реками, то есть отслеживать эти реки, смотреть, что с ними происходит, но, по большому счету, какого-то полноценного документа, который бы отслеживал в какой-то динамике... Комплексного такого, да? Комплексного документа, который... Да, какого-то комплексного решения, которое, во-первых, в динамике бы отслеживал изменения ситуации на реках, но я, по крайней мере, не знаю. Надо сказать, что ведь они существуют. Если я правильно помню, ты меня сейчас поправишь, потому что ты присутствовал практически на всех рабочих группах комиссий, посвященных малым рекам, а надо сразу сказать, что, раз уж мы сегодня рассказываем про процесс, что их было несколько. И много раз этот вопрос обсуждался и в рабочих группах, и вне официальных собраний, и на общественной палате, и в министерстве. И там приходили все ответственные... Там представили всех ответственных органов и тоже говорили то, что нужно вести наблюдение, это очень важно делать в системе. Но эта система была разрушена. Чего уж тут говорить, там сразу после распада Советского Союза постепенно-постепенно все умирало, и собирать это сейчас очень сложно. И какой-то единой федеральной программы, например, такой законодательной программы, как это должно происходить, а тоже нет. Сейчас потихонечку эти пазлы собираются, так сказать, изнутри. И мне кажется, что в ближайшее время, может быть, на фоне того, что сейчас происходит, с благоустроительными программами и экологическими, реками тоже займутся. Но пока вот как бы еще документов такого нет. Однако города сами по себе время от времени какие-то выдают программы именно по очистке благоустройства малых рек. И вот вы можете зайти, кстати говоря, в группу, которую Константин Кропенев создал в Фейсбуке. Она называется «Хлыновка и Ильиченко». И вот там, где Константин, он старается выкладывать все, что находит в интернете, все, что находит в паблике, о проектах, которые существовали или существуют по очистке малых рек. Мы, собственно говоря, тоже эту тему стали поднимать после того, как вот коллега мой из Краснодарского края решил взять этот проект. Сам лично, это эксперт Юг, главный редактор, этот проект. И меня тоже заинтересовало, почему нет, почему у нас этого не происходит. И оказывается, действительно, города этим занимаются. Я вот сегодня буквально утром наткнулась на программу Чебоксар, где, оказывается, у них была программа с 2010 года по 2016. К сожалению, поскольку только сегодня утром наткнулась с Чебоксарами, связаться я не успела. Но мы ее выложим тоже в группе «Люльченко-Хлыновка», посмотрим. Там все расписано, и этапы, и цели, и деньги, самое главное, сколько денег каждый год выделялось. Они там не какие-то гигантские безумные деньги. Я не знаю, чем закончилось это дело. До Чебоксар мы так не доехали, надо доехать посмотреть. Там похоже, видимо, на историю, да, тут перечисляется и захламленность береговых зон, неблагоустроенность прилегающих территорий и так далее и тому подобное. Ну, мы сейчас перед тем, как мы разберем это подробнее, перед тем, как уйти на перерыв, давай все-таки скажем, что в итоге не просто поднимался вопрос, не просто он будировался, не просто подключались активисты, чиновники, специалисты, но мы имеем некий итог. 8 февраля 2017 года на сайте правительства Кировской области был размещен пресс-релиз. В Кирове могут появиться ленточные парки, и я позволю себе его процитировать частично. По поручению в Рио губернатора Кировской области Игоря Васильева, это важно, потому что Игорь Владимирович, кстати говоря, он еще осенью озвучивал этот термин и говорил о малых реках. В Властном Министерстве охраны окружающей среды проведено рабочее совещание по вопросу создания ленточных парков. Под ленточными парками понимаются парковые зоны вдоль берегов рек. Мы с тобой были на рабочей группе. Да, Кость? Да, я очень рад. Я даже первоначально сам не верил, что так быстро правительство каким-то образом обратит внимание на эту проблему. То, что хотя бы есть какие-то подвижки, это очень радует, потому что это дело не одного года. То есть это дело действительно нужна какая-то программа, которая будет рассчитана на 5, может быть, действительно даже 10 лет. И тут, может быть, глупо говорить про экологию, потому что если там начинать перечислять все эти проблемы чисто экологические, которые присутствуют в Хроновке и в Люльчинке, то есть для большинства горожан это будет, ну, как бы, по большому счету ни о чем. А если эту проблему решать комплексно, в том числе с благоустройством прилегающих территорий и, самое главное, с качественным использованием этих территорий, ну, в том числе под эти же ленточные парки, тогда действительно горожане сами увидят, что в тех местах, где сейчас пустырь, болото, то есть можно сделать какие-то, ну, такие хорошие-хорошие зоны отдыха. Продолжим разговор об этом. Малые реки Кирова станутся неблагоустроенными или превратятся в облагороженные зоны отдыха. Мы поставили такой вопрос, такое ощущение, что в этом году есть большой шанс знак вопроса снять. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Малые реки Кирова останутся неблагоустроенными или превратятся в облагороженные зоны отдыха. Говорим сегодня мы с нашим экспертом Константином Кропаневым, членом рабочей группы по экологии при администрации города Кирова. Я так понимаю, что вот все-таки это рабочая группа при администрации или все-таки при Министерстве экологии? Она же при Министерстве экологии. Ну, честно говоря, статус этой группы до сих пор как бы непонятен и окончательно, я так понимаю, что не закреплен. Потому что там все. Как-то у нас, да, у нас только складывается, видимо, такая система работы, но тем не менее, да? Мне кажется, не важно, как называется, главное, чтобы был результат. А сколько вообще статус людей входит? Порядка десяти человек. Значит, смотрите, давайте еще раз напомним, что уже 8 февраля на сайте правительства областного был опубликован пресс-релиз, в котором было сказано про ленточные парки, про важность очистки рек и про то, что Министерство об этом думает и правительство собирается разрабатывать этот вопрос и под личным патронатом Игоря Васильева, временно исполняющей обязанности, губернатора Кировской области. Я должна сказать, что такой серьезный толчок к движению был, в общем, осуществлен на оперативном штабе в конце прошлого года. Оперативным штабом руководил Максим Николаевич Кочетков, который, собственно, экологию как зампред курирует. И вот после этого движение пошло гораздо активнее, надо сказать. И вчера буквально была комиссия по экологии в общественной палате. Потом мы ходили всей комиссией сюда, в правительство, где продолжали обсуждения как раз с Максимом Кочетковым и Аллой Албеговой. И серьезность намерений по развитию этого проекта была подтверждена. Я просто хочу на этом акцентировать внимание, потому что это не просто разговоры уже. Это не только наши фантазии, хотелки какие-то. Намерения подтверждены. И на рабочей группе, где мы присутствовали, были обозначены сроки и были обозначены блоки, которые на начало этого года нужно осуществить. А работу нужно осуществить очень серьезную. И сразу хочу сказать, что для тех, кто считает, что нет денег, нет работы, вот в том же пресс-релизе министерство сообщило нам, что, собственно, планируют подготовить обосновывающие материалы для привлечения в 2018 году субвенции из федерального бюджета на разработку проектной документации по расчистке рек со своей стороны. Да, существует федеральная программа, в которой мы, по крайней мере, еще можем попытаться успеть, потому что эта программа, она уже продолжается несколько лет. И буквально к 2020 году она заканчивается. И поэтому надо действительно сделать все возможное, в первую очередь, от администрации области, от администрации города, чтобы в эту программу мы попали. То есть это хотя бы какие-то небольшие федеральные деньги, за счет которых можно почистить русло, сделать соответствующие проекты. Но в то же время и городская администрация тоже должна заботиться прилегающей территории, потому что эта программа предусматривает комплексное развитие, то есть параллельно с расчисткой русла, обустройством в том числе и прилегающих территорий. Но со своей стороны... Федералы денег не дадут на прибрежную. На прибрежную территорию федералы. Но на русло, да. По этой программе нет. По этой программе нет. Но сейчас, да, вот, кстати говоря, все так срастается, что при правильной организации процесса у нас есть все шансы получить серьезный результат, даже не через 10 лет, а гораздо ближе. Ну, действительно, то есть, во-первых, сейчас же есть какая-то и городская программа, то есть 30 парков, в том числе по этой программе несколько территорий вдоль рек, Хлыновки, они участвуют. И Люльчинки, и Хлыновки обозначены. Они обозначены, и в голосовании, и в том числе и в победителях они как бы есть. В голосовании не в топе, да, есть. Тем более сейчас та новая программа четырехлетняя по обустройству городской среды, под нее тоже можно... Пятилетняя все-таки. По-моему, все же четырехлетняя. Но неважно. То есть в рамках этой программы тоже какие-то территории можно обустроить. Ну вот смотрите, тут тоже очень много было скептиков, которые говорили, что надо сразу много денег, чтобы по всей длине русла. А вот эти точечные как бы истории, это несерьезно все. Я сегодня, опять же, готовясь к программе в журнале, извините, «Наука и жизнь» наткнулась на материал 1998 года. 1998 год, где авторы рассказывали о том, а авторы, надо сказать, это люди, которые участвовали в разработке проектов по благоустройству и очистке малых рек Москвы. Сотрудники инженерного центра по водному хозяйству, милирации, экологии, Союзводопроект. Они, собственно, говорили все то же самое, что сейчас происходит в Кирове с малыми реками. И акцентировали, что чрезвычайно важная, одна из чрезвычайно важных нынешних задач, это в Москве 1998 года, действовать, не дожидаясь начала работы по общему большому плану. То есть, не дожидаясь, когда вдруг весь генплан получит много денег и все там что-то будет происходить, но начинать с небольших каких-то решений. Я думаю, что мало кто из горожан знает, что еще в 60-70-е годы у нас в городе существовал даже некий проект по созданию неких прудов именно как раз в районе сегодняшнего мостопровода через Воровского. То есть, этот проект был готов, полностью разработан. Единственное, что его не реализовали. Сейчас, конечно, уже какие-то... 60-70-е годы активной застройки областного центра. Областного центра как раз там начали застраивать тот район засолнечный, как бы. То есть, там хотели сделать, уже предполагалось на том этапе сделать какую-то серьезную зону отдыха, в первую очередь, как раз тех микрорайонов. Но, к сожалению, тот проект свернули. Я думаю, что его сейчас уже вряд ли возможно восстановить, потому что так получается, что прибрежные территории вдоль, особенно вдоль реки Люльчинки, они застраиваются. То есть, где-то может быть законно, где-то, я допускаю, что вполне может быть и не совсем законно. И тут мы должны сказать, что работа по инспектированию и составлению реестра прилегающих территорий вот к Люльчинке и Хлыновке со стороны города началась, по крайней мере, на рабочей группе. Специалисты и сотрудники администрации нам об этом говорили. Почему это очень важно было сделать? Во-первых, для того, чтобы понять, а что там сейчас есть? Свалки, незаконное строение, гаражи или законные какие-то там вещи. Там такая хоззона такая. Да, то есть мы не говорим о 15 метрах, хотя их тоже инспектируют. А еще дальше, 50 метров и 80, что там сейчас происходит? Потому что ведь очень будет важно понять, и какое влияние эти там предприятия, которые находятся, не знаю, постройки, жилые комплексы, оказывают на водный бассейн этой реки. И второй аспект – это взаимодействие с теми бизнес-структурами, которые там находятся, с целью развития этого водного бассейна как рекреационной зоны. Мне кажется, вот исходя из тех заседаний, в которых я участвовал, все же городская администрация как-то даже немножко боится этого проекта, потому что действительно он подтянет за собой целый комплекс проблем. То есть, во-первых, это какие-то и ливневые стоки, которые попадают что в Хрыновку, что в Люльчинку. Это действительно какие-то и незаконное там строение с собственниками, которых надо будет как-то ситуацию решать. Это действительно какие-то и дополнительные затраты как по приведению этих рек в соответствие прибрежной полосы, так и, ну, помимо того, что надо что-то там привести, так надо за этим же как бы и следить еще в конечном итоге. Да, Кость, и поэтому очень важно, что этот проект попал под крыло в Рио-губернатор. Да, безусловно, потому что это, я думаю, что для города это действительно как бы значимый проект. Тут еще возникает такая проблема, что нет социального посыла со стороны населения. То есть, с одной стороны, я когда вот общаюсь с друзьями, общаюсь с представителями бизнеса, говорю про этот проект, все говорят, да, да, как бы нужно делать, но с другой стороны, если проводить какой-то, так скажем, массовый опрос населения, то есть они как бы, ну, они не понимают, они вот ездят, условно говоря, каждый день по улице Воровска, по этому мостопроводу, видят это болото, и они воспринимают это болото. Они не представляют, что вместо этого болота может быть какой-то красивый парк или какая-то зона отдыха. Я соглашусь, мы привыкли просто к этим видам, неблагоустроенным, неприглядным, и даже представить себе, даже мысли такой не возникает, что это может быть иначе. А сто лет назад вот на месте Квату, то есть там были пруды, были пруды, была облагорожена территория, где сто лет назад уже существовала какая-то некая парковая зона. Да, это, кстати, тоже есть в группе Хлыновка-Люльченко, выложены эти фотографии. Я больше того тебе хочу сказать, что мы же были на прошлой неделе как раз на этой местности с Вячеславом Николаевичем Симаковым, потому что два участка по реке Люльченко рассматриваются как скверы. И это большая проблема, потому что один из участков, как раз тот фотографик, который выложен у тебя в группе, он сейчас в крайней... Я бы даже сказала, находится в аварийной ситуации, потому что там высажены были тополя огромные, которые сейчас пустые внутри, и они реально просто в любой момент могут там свалиться. А чтобы их вывезти, вы сами видели расценки, каждое дерево, что там сколько, 6-8 тысяч? Говорят, что 8. 6-8 тысяч. Так вот этих тополей, которые сейчас летом дают потрясающую зелень и тень. И, кстати говоря, нас там встретили жители, жители и представители терроруправления, они как раз в этот момент собирались, так совпало, что и мы туда подъехали. И они, конечно, говорят, нам так нравится. Вот если бы здесь были пруды, которые были еще при мне, Косте, потому что я ходила там, мы сюда, в Киров переехав, прямо там и поселились. Хорошо бы, чтобы аллею сохранили, проложили бы нам дорожку, потому что там просто глины сейчас. Вот эту глину месят мамочки ходят с детьми там. Это имеешь в виду перекресток Московской и Романа Ярдякова? Перекресток Московской и Романа Ярдяковой. И туда в сторону, от девятиэтажек, вдоль по Романа Ярдякова, в сторону Квату. Там как раз у Люльчинки две запруды такие, одна из которых сейчас действительно болотина, уже практически высохшая. А раньше я еще помню, что там, конечно, были и утки, и эти там всякие животные тоже водяные. И неважно. Важно то, что вот этот участок по программе 30 скверов, мы разобрали его со всех сторон, будет очень сложно реализовать даже за несколько лет, потому что он требует безумных вложений и по руслоуглублению, и по поднятию дороги, и по вырубке, и по садкам. То есть очень серьезная работа. Туда уйдут все деньги, там всего бюджета. Но что-то там все равно надо будет производить. Тем не менее, там может появиться замечательная, совершенно красивейшая зона. Если мы туда дальше посмотрим, в сторону железной дороги, какое количество там крупных предприятий расположено у нас всяких разных. Баз этих предприятий. Базы всевозможные. Огромное количество. Склады какие-то. Понастроено было за последние 20 лет. И они строятся, и строятся, и строятся. Какой профит от этого город получает, я не знаю. Так вот, город сейчас тоже над этим думает. Насколько взаимовыгодно это, собственно говоря, сотрудничество сейчас с бизнесом. Я понимаю, что аккуратно думает. И тут это совершенно прав, Кость. Потому что нельзя нарушить законные договоренности, решения. Но поэтому важно, чтобы наша группа работала совместно с прокуратурой, с теми органами, которые могут внедряться в проект, и как способствовать его успешной реализации, так и наоборот, нет, как способствовать, так и способствовать, так скажем, успешной реализации проекта на законных основаниях. Тут надо привлекать, соответственно, конечно, экологов. То есть надо привлекать и архитекторов, и дизайнеров. Потому что возникают интересные мнения. К примеру, я тут слышал мнение от экологов, что вот это же болото, по большому счёту, это, с одной стороны, неэстетично, но, с другой стороны, на сегодняшний день оно выступает как неким абсорбентом. Естественный фильтр, да. Естественный фильтр, то есть вся грязь, которая там попадает где-то выше по течению люльчинки, она в этом болоте застревает. Но ситуацию-то всё равно надо как-то развивать, надо менять. Потому что всё эти же городские реки, это же, ну, действительно, это же какое-то украшение, во-первых, города, если их на самом деле привести в соответствующее. Это, как бы, очень такой, мне кажется, возможность для реализации каких-то интересных проектов со стороны дизайнеров, либо архитекторов. Потому что это, естественно, водная среда, которая может украсить любой проект, любой город. То есть она даст изюминку, как бы, той городской среде, в которой мы сейчас живём. Мы прервемся сейчас буквально на две минуты. 211-101, номер телефона прямого эфира. Высказывайтесь, пожалуйста, что вы думаете по этому поводу. У нас ещё будет 13 минут для того, чтобы поговорить с вами, слушатели. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Продолжается программа «Урбан». Здесь в студии Владимир Сметанин и Светлана Занько и наш гость Константин Кропанев, член рабочей группы по экологии при администрации города Кирова и участник совещания при Министерстве экологии по вопросу расчистки малых рек и создания ленточных парков. Вот сейчас передо мной открыт протокол нашего совещания с блоками, на которые было разбито действие, и хочу сказать, что даже со сроками. Так вот, до 15 февраля городская администрация, например, мы просто не знаем, надо будет выяснить, что произведено, должна была провести анализ и выбор земельных участков под планируемые участки ленточных парков с последующим нанесением на картографическую основу, подготовить совместно с отделом водных ресурсов определенные задания по обследованию участков территорий, определить круг потенциальных исполнителей на выполнение работ по обследованию участков рек и прилегающих территорий, и проанализировать ранее разработанные проекты по созданию рекреационных зон. Потому что они были, они разрабатывались в 60-е, 70-е и позже. А Министерство охраны окружающей среды со своей стороны совместно с отделом водных ресурсов должно было подготовить информацию по выпуску сточных вод и состоянии качества воды. Это вот я специально говорю нашим слушателям, потому что эти вопросы мы будем потом освещать здесь в ходе наших программ. Министерство охраны окружающей среды Кировской области по результатам проделанной работы нужно будет провести повторное совещание. Вот еще сроки еще не настали. Оно было запланировано на 22-е число. Совсем скоро, может быть, после этого совещания мы очередную программу и проведем. Слушатели, я так понимаю, нам звонят, и очень приятно. Пожалуйста, высказывайтесь, какой бы вы хотели видеть территорию, на что вы надеетесь или не надеетесь вообще. Добрый день, вы в эфире, как вас зовут? Алло. Слушаем вас, алло. Нет, слушатели, 211-101. Попытайтесь нас еще набрать. Да, набирайте, пожалуйста. Со связью у нас должно быть все в порядке. Набирайте, пожалуйста, 211-101. Свет, давайте, может, попробуем пояснить уже, по крайней мере, что мы понимаем под ленточными парками, потому что я думаю, что... Я не знаю, хотя бы я, Света, вы Владимир, потому что я думаю, что когда говорят слово ленточные парки, каждый, наверное, рисует в голове какую-то свою картинку счастливого будущего. А, ну хочешь, чтобы мы помечтали, что ли, здесь? Не, ну я имею в виду, да. По крайней мере, когда я понимаю ленточный парк, то я понимаю, что какая-то действительно несколько территорий, которые идут вдоль-вдоль рек, что там запланированы какие-то дорожки, в том числе беговые, велосипедные дорожки, по которым можно поездить. То есть это зоны отдыха с детьми, это действительно доступ к воде, когда можно подойти, хотя бы просто посмотреть на ту живую воду, которая течет в городе. То есть это, опять же, какая-то комфортная среда, чтобы посидеть, отдохнуть, потому что мы не можем постоянно находиться в городском пространстве, то есть нас каким-то образом должна и немножко надо общаться, в том числе и с природой. Ну, конечно, и так, чтобы мы чувствовали себя нормально и были здоровыми, нам обязательно необходимо, чтобы баланс. Я с Константином солидарен, в общем-то, в общем и целом я себе представляю эти зоны точно так же, со всей этой инфраструктурой, но при этом я понимаю, что это намного трудоемко, нежели обустройство парка в иной зоне. Все-таки это низина, да? То есть какие-то мероприятия по укреплению берегов должны проходить, да? Владимир, перебивай тут, решения могут быть совершенно разные, в том-то дело, что нужно привлекать общественность, то в первую очередь архитекторов и дизайнеров, которые специализируются на этой теме, потому что... Да-да-да, это специфично очень. Это может быть какие-то деревянные настилы, которые просто позволяют вдоль этой речки перемещаться, гулять, может быть, действительно, где-то в каком-то месте возможно еще сделать какие-то небольшие хотя бы пруды, либо зоны, где можно поднять уровень воды, в том числе, может быть, действительно, где-то даже можно будет и покупаться лет через 10-15. Ну, надо сказать, что, да, я согласна с тем, как ты, Костя, охарактеризовал ленточные парки. Почему они ленточные? Потому что мы надеемся, что они будут продолжительными. То есть река Людченко имеет и Хлыновка, и достаточную протяженность на территории Кирова. И хотелось бы, чтобы вдоль всех, всего протяжения этих рек были какие-то регационные зоны. А там, где там река ушла, например, в трубу, это была бы только по необходимости, там дорога переходит или еще что-то. У нас есть телефонный звонок. Алло, добрый день. Добрый день. Да, представьтесь, пожалуйста. Постоянный слушатель Макаров Александр. Да, Александр, рассказывайтесь. Хотелось бы сообщить, что у нас в городе достаточно много мест. Это, например, речка Людченко. Мы об этом и говорим. Воронского моста. Московское, кирпичное вот это место. Их можно облагородить. И будет достаточно неплохо выглядеть. То есть это фактически уже состоявшийся центр. Людей там много будет прогуливаться. Очень много вот я езжу на работу. Особенно в летний период люди там бегают. Соответственно, можно организовать Wi-Fi зоны, столики, стульчики. Будет все приятно и красиво. То есть вы, как житель Кирова, очень ждете, чтобы такое произошло, да? Вы считаете, что потребность есть? Ну, знаете, примеров-то есть много. Взять Екатеринбург. Взять Москву. У них даже очень много искусственных сооружений. То есть неестественных, вот таких, как у нас на основе речки Людченко. А именно созданных искусственно. Ну, та же плотинка в Екатеринбурге. Ну, да. Спасибо большое за ваше мнение. Конечно, я не знаю, как представить себе человек, который сказал бы, а есть такой. Михаил Курашин. Михаил Курашин, наш спикер. Он вообще готов был все закатать под асфальт и построить везде автопарковки. Ты помнишь? Помню. Все убрать бетон. Вице-спикером, да, еще? Все убрать бетоном, говорил. Ну, кстати говоря, совершенно... Я хотела бы акцентировать еще внимание на том, что ты говорил, Кость, по поводу естественных биологических процессов самоочищения воды. Вот эти болотины, они могут быть действительно прекрасны. Не обязательно делать из них пруд. Потому что это такой биоциноз, где у тебя все есть. Там у тебя, пожалуйста, я сок и камыш. Бьешь что? Поясните людям недалеким. Биологическое образование недалеким. Не надо напоминать то, что уже давно забыто. Это такая устойчивая система. Экосистема. Биологическая система устойчивая, где все живут за счет друг друга в хорошем, сбалансированном и равновесном. Так вот, вполне себе действительно это может служить фильтрами. У нас две таких части. Это как раз улица Солнечная и немножечко есть на улице уже Кирпичной получается. И здесь никак не обойтись без специалистов. Но это может быть не дело с нынешнего года, но без специалистов, которые, я надеюсь, у нас есть в опорном вузе и в Сельхозакадемии, конечно же. У нас, слава богу, эти институты не разрушены. Они должны быть привлечены. И я даже больше скажу, что уже обращаются компании, которые готовы там поучаствовать какими-то специальными методиками и понятными совершенно разработанными технологиями. Вопрос денег всегда будет возникать у каждого скептика. Ну, Свет, денег всегда их нет, но, условно говоря, время от времени они на какие-то проекты находятся. Поэтому если мы будем жить такой мыслью, что денег нет, то их никогда не будет. Вот еще бы такой хотел момент обратить на некое сакральное понимание текущей воды в городе. То есть если по восточной философии, то есть текущий ручей, то есть это как раз это приток, это движение денег. То есть если вода течет, течет вдоль вашего дома, там это залог вашего будущего благополучия. То есть, условно говоря, если пока вот эта вода не потечет, так возможно у нас в городе ничего и не изменится. А, предприятия, которые стоят на берегу Люльченка, есть еще в зазу. Действительно, такие чуги, это может быть и сакральные вещи как бы надо вспомнить. Слушайте, а вот еще какой вопрос беспокоит. Ну, Люльченка, да, более двух десятков километров протекает по... И она выглядит по-разному, и берега выглядят по-разному на протяжении, по которым она бежит. Я прошлым летом, да и позапрошлым просто так сложилось, что я бывал в районе улицы Северосадовой, вот там как раз Люльченка протекает. И то, что там она из себя представляет, это просто ужас. Берега, поросшие борщевиком, непонятно, что это все свисает, боже мой, вот страшно, прям как фильм ужасов. И там хочется тоже, чтобы она ведь была облагорожена. Не только в тех местах, где мы ее чаще всего видим, на этих путепроводах. А вот там она может, кстати, уйти и в трубу. Вопрос, как это будет разработано. Да, тут вопрос уже, опять же, к экологам, можно ли выводить реку в трубу на каких-то участках. Но, опять же, я говорю, что нужно сделать какой-то прецедент. Хотя бы на одном этапе, хотя бы на одном участке, если мы все же сможем сдвинуть, сделать, показать, что действительно можно из сточной канавы, в которую превратилась сейчас эта же Люльченка или Ихлыновка, сделать какое-то красивое место отдыха, то я думаю, что и другие горожане, которые живут в других частях города, задумаются и захотят у себя в том месте, где они живут, тоже ситуацию исправить и изменить. То есть нужно просто с чего-то начинать. Запустить цепную реакцию нужно. Это да. И все-таки в меня вселяет очень большую надежду то, что правительство приняло решение официально заявить о том, что они работают над этим. Мне кажется, что если сказано А, то будет сказано и Б. Инвентаризация земель, экологические и гидрологические исследования, правовые документы и так далее. Вот как раз я зачитываю финальную уже часть этого официального сообщения, которое появилось на сайте. Но нужен просто действительно план, то есть нужно четко этого плана придерживаться. И да, можно я еще в конце отмечу, что это не решение там какое-то популистское в год экологии. Это долгосрочный проект, и именно так его и осознается тоже правительство. У нас есть звонок. Примем, буквально несколько секунд у нас остается. Алло, добрый день. Здравствуйте, я буду говорить очень быстро. Да, как вас зовут? Александр. Александр, несколько секунд буквально у нас остается. Да, хорошо. Вот я хочу сказать, тут к этому проекту надо подключить молодежь. Вот молодежь, она хочет работать, она хочет создавать. Надо привлечь опорный институт, опорный университет. Надо привлечь училище художественное Рывово. Там есть архитектурные мастерские, что там, что там. Они дипломные работы, они сделают. Это все будет бесплатно. Дальше, вот это место, где путепровод Поваровского, ну, вы понимаете, какой большой путепровод. Вот тут, с одной стороны, огромная территория, которая заболочена. Там и камыш, там что только не растет. Тоску нагоняет, честно говоря, когда-то. Вы меня слышите? Да, слышим. Все это убрать, берега сделать, песок туда нанести. Это будет роскошный пруд городской, где будут люди отдыхать и так далее, и так далее. На молодежь, только на молодежь. А если будет субботник объявлен, вы пойдете? И пойду. Пойдете. Если это будет городской субботник, и когда будут подготовлены уже участки, где это, что делается, все это продумано, любой из нас пойдет. Понятно. Спасибо. Спасибо за это воодушевление. Завершаем первую часть сегодняшнего «Урбана». Во втором части мы ожидаем Марата Фрэнкеля, председателя комиссии по вопросам экологии и природопользования общественной палаты, профессора, академика РАЭН и Николая Липатникова, президента авиатской торгово-промышленной палаты. Константин Укроп, у него говорим. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам. До свидания. Через 20 минут в этой студии. «Урбан» – программа о городских проектах. «Урбан» – программа о городских проектах.